Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с четырех до пяти. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 4 мая года 2020. Понедельник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале о новом витке американо-китайского противостояния, как я сегодня обещал. Вот откуда взялся коронавирус? Кто виноват? Лаборатория в Ухане? Или просто люди, которые ели сырых летучих мышей на то, что называется, мокром рынке в Ухане? Это интересный момент. Предмет серьезного противостояния. Теперь и даже биржа на это реагирует. Сегодня реагировала. По крайней мере, в начале дня. Вот. Начнем с этого. Помпео, Китайское Министерство Останных Дел, друг друга обливают, в принципе, помоями. Вот. Ну, это не первый раз. Так что, может, быстро пройдет. Потом перейдем на появление на публике Ким Чен Ын и в каком состоянии вообще надо поговорить. В каком состоянии сейчас находится американо-северокорейский трек, учитывая, опять же, помню, держа в голове, что президент наш переизбираться должен в этом году. И какие это сулит пряники северокорейскому режиму. То, что президент хочет переизбираться, ему нужен дипломатический прорыв. Вот. Это как минимум нужно сказать сейчас, а дальше подробно. Вот. Афганистан. Далее пойдем по Афганистану, потому что там двойная проблема сейчас у афганского правительства. И Афганистан сталкивается с дикой ситуацией сейчас. Опять же, часть связана с коронавирусом, часть с талибаном, как водится. Но нужно немного этого коснуться. И в конце программы, я надеюсь, коснуться более, так, лопатой чуть-чуть вглубь надавить и посмотреть, что же там на самом деле происходит сейчас в Высшем Суде Справедливости Израиля. Что говорят судьи сами относительно того, насколько закон пострадает, если Натаньягу будет позволено возглавлять новое коалиционное правительство. Более детально уже, да, поговорим о том, что же сейчас происходит и когда, скорее всего, будет решение по этому вопросу. Вот такой план на сегодня, друзья. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-4600-0877, смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире, меня слушает Нью-Йорк Маме, Филадельфия, Аппликацион iHeart, Аппликацион Руиса и Радио, Везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на Ютьюбе в любой точке земного шара и слушает на Саундклауде в любой точке земного шара, ищите меня в Фейсбук, Твиттере, задавайте ваши вопросы там, потому что вы смотрите или слушаете меня в записи. Бутик-политик с понедельника по четверг с 4 до 5 вечера. Сказал, как обрезал. Честно говоря, я не припомню, чтобы официальное китайское агентство Синьхуа кого-либо называло самым худшим американским госсекретарем в истории. Вот именно так вчера Синьхуа прокомментировала заявление Майка Помпео, что коронавирус возник из-за ошибки, человеческой ошибки, которая была сделана в лаборатории в Ухане, которая на самом деле давным-давно занимается тем, что исследует коронавирус в летучих мышах, на летучих мышах, короче, занимается непосредственно этими исследованиями. Кстати, глава этой лаборатории, которому пресс-секретарь Министерства странных дел Китая отправила журналистов, чтобы его мнение услышать в ответ на обвинение, которое им Помпео вчера поделился на ABC News, чтобы он прокомментировал, он сказал, что понятно, что люди будут возлагать на нас какую-то вину, но это абсолютно не так, это совсем невозможно, и никакой ошибки у нас сделано не было, вирус от нас не появился. Значит, Помпео сказал вчера в эфире ABC News, я сам слышал, как он это сказал, что у него есть невероятное, достаточно большое количество свидетельств от разведки, от разведственного сообщества американского, что вирус появился в результате и вышел за пределы лаборатории, именно за пределы лаборатории в Ухане, из-за ошибки человеческой, да, то есть из-за неправильного обращения там, я не знаю, с чем там, короче, из-за человеческого фактора. Вот, и лаборатория в Ухане виновата, и сам Китай официально виноват, потому что он пытался, это уже не Помпео, вот я добавляю то, что президент Трамп говорил в эфире Fox News, и до этого говорил президент Трамп, что вирус, он сам, он на самом деле, огромная проблема, которую сегодня мир испытывает с этой пандемией, и в этом огромная китайская вина есть, потому что Китай вовремя не среагировал как надо, скрывал информацию, утаивал ее, и, соответственно, именно из-за этого сегодня мы сталкиваемся с тем, чем мы сталкиваемся, с такой огромной смертностью, и это, кстати, та самая причина, по которой наш президент прекратил финансирование Всемирных организаций здравоохранения, и в том числе, часть тех средств, которые Америка давала, они шли на исследование коронавирусов в Ухане в лаборатории тоже, вот. И это, и за то, что сама Всемирная организация здравоохранения, она покрывала Китай и продолжает это делать. Это наш американский нерв. Но что интересно, последовательность на самом деле не очень наблюдается в словах Помпео, есть определенные проблемы с тем, что он заявляет, потому что, с одной стороны, там же в эфире ABC News, на вопрос корреспондента о том, ну вот же есть общее заключение ученых сегодня в мире, что вирус не появился из-за человеческой ошибки, и не из лаборатории он вышел, а естественным путем, да, то есть как бы, ну, естественным путем, если можно сказать, естественным путем поедания летучей мыши в сыром виде, или как там ее ели, вот, и каким образом этот вирус с летучей мыши прыгнул, на человек это еще предстоит выяснить, но тем не менее, как бы естественным путем, да, через этот мокрый рынок в Ухане, wet markets. И на это Помпео сказал, да-да-да, я знаю эти научные свидетельства, вот, и я подтверждаю, что это так, с одной стороны он сказал это, с другой стороны он сказал, что у меня есть огромное количество свидетельств от разведки, что на самом деле вирус появился в результате ошибки в лаборатории, да, что он производная человеческого фактора. Окей, то есть тут непонятно на самом деле, что на самом деле Помпео считает точно, но обвинения в адрес Китая звучали из его уст очень жестко. Это не первый раз обвинения в адрес Китая звучат от нашего госсекретаря, потому что Помпео часто обвинял Китай в нарушении прав человека, что, понятное дело, является принцип прерогативы любого госсекретаря, который, когда он куда-либо приезжает, обычно встречается с представителями оппозиции, кои в Китае официальной фактически нету, да, Китай не является демократическим государством, это даже нельзя сказать, что это не либеральная страна, не либеральная демократия, и, например, мы не можем так вот сказать про Китай, Китай авторитарное государство до сегодняшнего дня, не тоталитарное, как Северная Корея, но авторитарная. Разница серьезная, но она есть. Она есть, но она как бы все равно, понятно, что Китай подавляет инакомыслия разными способами, в основном тюрьмой, да, этим отличается тоталитаризм от авторитаризма, да, высылает диссидентов, ну, короче, я не должен сейчас это объяснять все, вы это и так без меня знаете, все, кто вырос в Советском Союзе понимают, о чем я сейчас говорю, Советский Союз тоже до 87-88 года был авторитарным государством, а до 53-го был тоталитарным, вот как бы разница. В общем и в целом, не первый раз Помпео такие вещи говорит и является как бы острием копья ястребиного в окружении нашего президента. Сам президент занимает достаточно удобную позицию, потому как, пользуясь классическим методом доброго и злого полицейского, по отношению к Китаю у него есть два, два, как бы две птицы, да, ястреб, это Помпео в данном случае, да, ну, все-таки Помпео возглавлял разведывание, что был главой ЦРУ до этого, и человек, он военный, и понятно, что его отношение к Китаю, оно с позиции реализма обуславливается, соответственно, Китай угроза, Китай господствует, Китай хочет гегемонии, господство, Китай навязывает свои интересы всем остальным в регионе и далеко за рамки региона выходит. Китай — это конкурирующая мощь и часто прямой соперник. Помпео очень часто критикует, естественно, в открытую действия Китая в Южно-Китайском море, что тоже, естественно, противоречит там американским интересам. Мы там выступаем за свободу мореплавания для того, чтобы не дать Китаю там достичь контроля над всеми теми спорными островами, у которых там много разных флагов, из-за которых с разными странами Китай там спорит о принадлежности, при этом насыпая острова, устанавливая базы ПВО, базы флота строя там и устанавливая зоны эксклюзивного доминирования там и экономического влияния, не позволяя или пытаясь заставить все пролетающие самолеты и проходящие сюда получать специальное разрешение на пролет или на проход. Соответственно, мы этому пытаемся помешать. Там находится наш военный флот, естественно, где он только не находится. И эта точка противостояния, которая всегда как бы тлеет, такая точка, которая теоретически, теоретически, может в итоге привести нас к прямому военному столкновению с Китаем, о чем аналитики давным-давно говорят. Я помню, я вам говорил, что есть отношения с Китаем, они... Есть два вида взгляда на Китай. Есть взгляд реалистский, сугубо жесткий взгляд на Китай, есть взгляд либеральный на Китай. Я сторонник более либеральной схемы по отношению с Китаем. Я вижу Китай больше как благо для мира, чем угрозу для мира. Вот. Но далеко не все согласны с этой позицией. В окружении президента тоже таких групп две, естественно, как и в Академии в Американской, таких групп две. Академия, как бы, ястребино-реалистская группа, это Помпео. Ну, естественно, Марк Эспор, естественно, силовики, понятное дело. И экономисты, конечно же, здесь в основном, в основном есть исключения, но в основном экономисты, то есть экономическая команда президента, она, естественно, голубиная команда. В том плане, что Стивен Мнучин является главным апологетом мирного подхода к решению любых проблем с Китаем, попытки компромисса, договоренности, понятно, потому как вот, как только стало ясно, что продолжается противостояние, и президенты и Помпео с одной стороны, и Китая с другой стороны, да, возложение вины, обмен любезностями в кавычках, сразу биржа сегодня с утра на это отреагировала и достаточно жестко пошла вниз. Но вовремя остановилось все это падение, видимо, были другие факторы, которые, ну, скорее всего, экономические факторы внутренней нашей жизни американской, открытие бизнесов, открытие Флориды, потихонечку выхода из карантина других штатов. Короче, несмотря на достаточно неприятные цифры приближения к 70 тысячам погибших, прогноз Трампа, который повысился, президент сказал, что от коронавируса в стране в нашей может умереть до 90 тысяч человек, это сильно отличается от того, что он раньше говорил, но я помню, его как-то комментарий он давал, что нам повезет, если в итоге, это в самом начале всей этой проблемы, что нам повезет, если в итоге от всей этой эпидемии умрет от 100 до 200 тысяч человек. Примерно такие цифры президент тоже озвучивал, поэтому я бы сейчас не обвинял его в непоследовательности, потому как он знает, он не может знать больше, чем знают сегодня ученые, и исходя из математических разных моделей, которые сейчас в нашей стране делаются, да, давайте немножко отвлечемся, спираль может пойти резко вверх, да, кривая, простите, может пойти резко вверх, и сегодня я видел математический анализ, который говорит, что в итоге может умереть 135 тысяч человек, опять же, из-за чего, теперь внимание, из-за чего? Из-за того, что люди рано начали нарушать правила социальной дистанции, вот, и это правда так, люди рано начали начинать нарушать правила социальной дистанции, перестали, в масках людей правда много, в перчатках людей правда много, и люди следуют инструкциям нашего губернатора, который говорит, что если вы на улице и вокруг вы можете соблюдать социальную дистанцию с другими людьми, вам не обязательно надевать маску, но как только вы понимаете, что вы не можете соблюдать дистанцию, надевайте маску, и обязательно надевайте маску, когда вы заходите в закрытое помещение. Короче, из-за того, что люди рано расслабились, в других штатах, сейчас не говорю про Нью-Йорк, В Нью-Йорке вроде бы еще более-менее люди аккуратны пока, потому как у нас тут серьезные проблемы, у нас здесь, вы знаете, правда, это правда, что количество смертей уменьшается, количество новых заражений уменьшается, но у нас страшные проблемы, нам некуда девать тела умерших людей, у нас они хранятся в моргах, они хранятся в траках, у нас серьезный кризис сейчас, в принципе, в городе, по этому поводу тоже, вот, поэтому я даже не хочу дальше в эту тему заходить, но это огромная проблема, как вы понимаете, Она, опять же, этически-моральная проблема, психологическая проблема, очень большая, люди не могут похоронить тех, кто от них ушел, мало того, что сама по себе трагедия, это ужасная, так еще и невозможно сделать все как положено, вы понимаете В общем и целом, пока не очень все понятно, но видно, да, что штаты открываются независимо от того, какова реальная ситуация там с заражениями и с инфекциями, и это показывает, что руководство штатов потихонечку начинает в том выборе, который мы все время объясняли таким образом, кошелек или жизнь, да, выбирать потихонечку кошелек, они начинают понимать, что дальнейший простой, он ведет к серьезным проблемам, да, проблемам, которые потом могут быть невосстанавливаемы, да, Потом невозможно, может быть, их будет, с экономической точки зрения, починить, слишком долго экономика находится в коме, и нужно выходить, и какому-то компромиссу, да, я даже уже слышу сейчас в определенных медиа, средств массовой информации, я слышу, как эксперты говорят такую вещь, ну, смотрите, ну, люди же научились со СПИДом жить, правда, а вакцины так до сих пор не найдено, вот, а люди научились жить с ним, то есть, вот, 40 лет прошло, как СПИД впервые появился, лечить мы его, как бы, лечим, ну, так, полностью мы его не вылечиваем, Но научились его, как бы, консервировать, то есть, мы работаем над созданием вакцины все равно, и при этом также работы идут по выяснению, какие лекарства лучше всего работают с удержанием этой болезни, да, под крышкой, как бы, да, то есть, держать ее под контролем. И мы 40 лет с этим живем, так, может быть, то же самое будет с коронавирусом, потому что, несмотря на то, что наш президент обещает, что до конца года, я сам слышу, как он сказал, что до конца года мы получим вакцину этого года, он уверен в этом, и усилия невероятные делаются и в нашей стране, и в мире, вот, мы видели, сегодня была конференция, огромная живая видеосвязь, все, многие главы стран, премьер-министры, был такой марафон с участием 8 МИРН, за здравоохранение, собрали 8 миллиардов долларов на активную разработку вакцины, мало ее разработано, надо еще ее произвести в огромных количествах, надо же всех прививать, в общем и целом, и мы, кстати, Америка в этом конференции не принимала участие, что вызвало, опять же, раздражение и обиду многих других мировых лидеров, так же так, без американского сотрудничества будет нам сложно, но в итоге, короче, я думаю, что даже если это параллельно будет идти, Оксфорд, вот я видел сегодня интервью с экспертами из Оксфордского университета, которые говорят, что мы активно этим занимаемся, вот он как раз сказал, что гарантии того, что вакцина появится, еще нет, но мы активно работаем по двум направлениям, с одной стороны, создание вакцины, с другой стороны, создание лекарства, которое позволит работать с болезнью, да, то есть ее контролировать, снимать симптомы, убирать, как бы, ситуацию, при которой болезнь может дать осложнение, вот что я пытаюсь сказать, не так просто, сформулировать. Короче, работа идет, и по одному из двух сценариев где-то, может быть, достигнут прорыв, кто-то в итоге, скорее всего, с божьей помощью найдет прорыв. И это, видимо, вот эта информация и то, что штаты открываются, оно в итоге бирже дало сегодня положительный импульс. Это вот то, что я хотел вкратце буквально немножко сказать по поводу американского внутренней, нашей внутренней ситуации. Теперь, относительно, заканчивая на сегодняшний день вопрос американо-китайского противостояния, смотрите, для того, чтобы экономика восстановилась быстро, ключевым будет американо-китайское сотрудничество. И понятно, что все то, что сейчас происходит, да, и то, что наш президент пытается приложить ответственность на Китай, здесь какую-то долю ответственности Китая без сомнения несет. Но, на мой взгляд, сегодня эти разговоры, они могут быть полезны президенту в качестве отвлечения внимания от нашей внутренней ситуации, да, выложить вину на другую сторону, да, объединить нацию перед лицом внешнего врага, в данном случае, Китая, который неправильно поступил, когда информация была в его распоряжении, не проинформировал, как должен был. Да, с одной стороны. С другой стороны, это может нанести очень серьезный ущерб, начинающийся восстанавливаться мировой экономике и американо-китайским торговым отношениям. А год, опять же, президентских выборов, и поэтому тут непонятно, что лучше для президента будет, продолжать возлагать вину на Китай или все-таки построить дальнейшую работу с Китаем на восстановление нормальных отношений, на восстановление экономического сотрудничества, потому что нам друг без друга будет сложно вылезать, да, и сейчас тут сложно сказать, что лучше для него. В этот конкретный момент может быть лучше так. Ну, а Мнучин всегда рядом все равно, да, и как бы все голуби мира в отношении с Китаем рядом с президентом все равно, и я думаю, что рано или поздно эта риторика должна, по идее, подостыть. Правда, это может занять несколько недель, на которые биржа может очень активно реагировать. Чем активнее наша биржа в Нью-Йорке будет реагировать на обмен жесткими заявлениями с обеих сторон, тем быстрее, мне кажется, наш президент по совету, опять же, своей экономической команды начнет потихонечку из этой пальмы слезать, с этого высокого дерева. Так мне представляется, опять же, исходя из уровня того, моего понимания международных дипломатических отношений. Окей, пошли дальше. Появление Ким Чен Ина на публике в пятницу, живого, невредимого, здорового, улыбающегося, вот, показало многие вещи. Во-первых, показало, что никогда не нужно верить непроверенной информации. Это первое. Не надо верить спекуляциям. Более того, я говорил, как я вам и сказал, да, что даже если была какая-то операция, тех движений, которые должны произойти в Северной Корее в случае смерти или невозможности лидера управлять дальше, их не произошло. И для этого в Южной Корее есть специальные эксперты, которые наблюдают даже со стороны за ситуацией, они понимают, что должно произойти, когда лидер становится либо неспособным управлять, либо умирает. Должны быть определенные технические действия в аппарате, в аппарате управления, да, в высшем уровне юсеверокорейской бюрократии, которых не произошло. И на этом основании, мало того, что южнокорейские эксперты сделали вывод, что с ним все нормально, более того, южнокорейцы говорили, что и операции-то никакой не было. А почему он исчез, никто не знает. Может быть, это было сознательное такое действие специально, чтобы мы все подумали и погадали. Вот, потому как он человек непредсказуемый, да, чтобы мы понимали, что он непредсказуемый. И он человек-загадка, да, должна же быть в Ким Чуныне какая-то загадка. Это с одной стороны. С другой стороны, может быть, он просто уезжал в отпуск и захотел уединиться, и не хотел, чтобы никто его, чтобы кто-то его беспокоил. Но потому что у него был просто приступ депрессии, понимаете. Все возможно, вообще все возможно, потому что информация оттуда, как мы понимаем, изнутри никакой не поступает. Уже те северокорейские перебежчики, которые говорили, что он умер, и на основании репортов которых такой вывод был сделан, некоторые средства и масса информации, которые с пеной рта кричали, что все, кирдык, уже я видел статьи разные, в разных желтых изданиях, что будет, как теперь строить взаимоотношения. Все это, короче, оказалось бесполезным абсолютно делом. Вот, и выставили они себя на смех. Поэтому я всегда говорю, не повторяем чужую информацию непроверенную, чтобы самим не оказаться смешными. Да, это первое. Второй момент. Уже заявление, ну, во-первых, перестрелочка была небольшая, естественно, на границе Северной и Южной Кореи, на демаркационной линии. Это для того, чтобы просто никто нюх не терял, это понятно тоже. Да, мол, типа, ребят, все нормально, все вернулось, я здесь. Некоторые вещи были сказаны, что мы сохраняем, сейчас я Северная Корея, мы, да, я от их имени говорю, что мы сохраняем, как бы, статус-кво, он никуда не девается, этот статус-кво, мы никаких разговоров с Соединенными Штатами не будем вести, пока компромисс с американской стороны не будет сделан, и Америка не пойдет на частичное снятие санкций в обмен на наше частичное разоружение, да? Да, верифайбл, в смысле подтверждаемо, да, что-то мы демонтируем, и за это мы хотим снятие каких-то санкций. Я всегда вам говорил, вы знаете, вы видели мою позицию, всегда, многие все эти годы, пока все эти разговоры шли, включая все эти саммиты, которые были удачные, неудачные, из которых наш президент штормом залетал, из которых он штормом вылетал, да, самое простое, это пойти по пути российско-китайского предложения, которое было очень простое, логичное, и, на мой взгляд, самое правильное, какое только есть. Какое предложение? Ребят, во-первых, вы прекращаете учения, северокорейцы прекращают испытания, что и сделано. Кстати, межконтинентальные ракеты Ким больше не испытывает и спутники больше не запускает, потому как мы понимаем, что любой запуск спутника, который уже, кстати, был один раз осуществлен успешно, он является ничем иным, как испытание межконтинентальной баллистической ракеты, потому что для того, чтобы вывести, сейчас мои скромные знания физики будут, очень скромные, и астрономии, да, ну, из курса средней школы, да, я помню, что для того, чтобы вывести ракету на орбиту, спутник на орбиту, требуется, чтобы ракета там развела, по-моему, космическую вторую скорость, если ракета может развивать вторую космическую скорость, это значит, что вы обладаете технологиями, да, которые могут помочь вам такое же, чтобы такая же ракета долетела, в принципе, от Пхеньяна до, грубо говоря, Вашингтона, грубо, ну, Вашингтон, наверное, загнул, но до Лос-Анджелеса, да, короче, и с этого момента, как только Северная Корея запустила спутник, любая игра Северной Кореи, эта лотерея 50 на 50, долетит, не долетит, попадет, не попадет, и в эту лотерею никто не готов играть, да, с объем, не с объем еще, извините, вот, и в эту лотерею никто не готов играть, потому что если в итоге в этой лотереи ответ нет, да, не с объем или долетит, да, или сработает, да, то тогда мы войну уже проиграли, даже если мы уничтожили Северную Корею, потому как ни одним большим городом совершенно не могут пожертвовать, это понятно, поэтому только разговор возможен, да, и раз так, значит, надо все учения прекратить сейчас и договариваться, и единственный возможный вариант договоренности, исходя из тех отношений, которые на сегодняшний день у нас в Северной Корее есть, и уровня доверия, которые сегодня у нас в Северной Корее есть, это постепенно, работа постепенная, они немножко разоружились, мы немножко ослабили санкции, они еще немножко разоружились, мы еще ослабили санкции, в процессе идет внутрикорейский диалог, начинает строиться железная дорога между двумя странами, начинают чаще встречаться родственники, начинаются больше совместных экономических проектов, восстанавливается доверия еще больше, и вот тогда уже можно говорить о тотальном ядерном разоружении, потому что если сегодня вдруг северокорейский лидер пойдет на тотальное разоружение, это означает, что он сошел с ума и совершил от политического и физического, может быть, даже самоубийства, потому что никаких гарантий наша страна, США не смогут дать ему, что его режим будет сохранен, в случае, если там вдруг начнутся какие-то внутри волнения, да, в случае реформы, мы знаем, режим он подвержен опасности, когда он реформирует себя, вот, и кто может ему гарантировать тогда безопасность, что вдруг с южнокорейской стороны начнутся какие-то действия непонятные, ему нужны гарантии безопасности, и самым главным гарантией его безопасности является ядерное оружие, которым он уже обладает, которое он уже испытал, и, скорее всего, уже имеет даже боеголовку, не просто бомбу, а боеголовку, вот, поэтому здесь только постепенная работа, постепенное восстанавливание доверия. Теперь главный момент, может ли он, на кого сейчас работает время, потому что это избирательный год. С одной стороны, наш президент сильно занят сейчас другими вещами, понятно, с кем нащупал момент, как не вызывать нашу злость особо активную, это не надо испытывать межконтинентальные ракеты, так немножко постреливать, для того, чтобы Япония и Южная Корея чувствовали нервотрепочку небольшую такую, да, были под напряжением, это ему позволяет Америка делать, чуть-чуть, вот. Если учения мы прямо около его границ не проводим, таких прям активных, то, опять же, он не сильно нервничает. Если он проводим, он начинает подстреливать. Теперь, как-то, испытывать межконтинентальные ракеты он не будет. Ну, а, в принципе, в ситуации, когда, если шансы Байдена на переизбрание будут серьезными, да, серьезными на самом деле, на победу, не на переизбрание, а на победу, тогда президент может пойти даже на какие-то, мне кажется, особые, короче, компромиссы. Сейчас, мне кажется, и уступки. Сейчас, мне кажется, что время работает на Ким Чен Ина, конечно, и он может и переждать, он бессрочно находится на этой позиции. Просто экономически, конечно, очень тяжело в Северной Корее. Но до сегодняшнего дня же она справлялась. Нация северокорейская, похоже, пока не показывает никаких, каких-то действий, каких-то знаков того, что она вот-вот готова взбунтоваться. Это вряд ли произойдет. Вот поэтому, я думаю, с точки зрения ненужной ситуации, Ким Чен Ина чувствует себя достаточно спокойно. Вот, с точки зрения военности своих подчиненных, я думаю, он чувствует себя достаточно спокойно. Если нет, их достаточно быстро ликвидируют. Поэтому, мне кажется, что время работает на него, а президент наш до ноября еще может попытаться какой-то, может быть, саммит провести. Опять же, если Киму будет прогарантировано, что мы пойдем на какие-то уступки в духе тех же, о которых Ким уже говорил с нами. Вот примерно то, что по северокорейской ситуации, чтобы освежить ее в памяти, я хотел вам сегодня рассказать. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 4 мая года 2020. Понедельник. Обещал вам Афганистан также сегодня. Но боюсь, что уже не успеваю. Давайте все-таки начнем с более важного. Потому что Афганистан никуда не денется. А по судебной ситуации с Антониягу есть некоторые интересные моменты, которые я бы хотел затронуть. И завтра, может быть, как бы уже это будет поздновато. Поэтому давайте все-таки сегодня. Смотрите. Все те, кто требует сегодня в Верховной... Все, кто подал петицию, этих петиций по счету 8. Они разные причины для этих петиций. Они обеспечивают свои петиции разными причинами. Но основная как бы в том, что человек, который находится под тремя серьезными уголовными обвинениями, и против которого теоретически уже начался процесс, потому что он под обвинениями находится, вот, он не может занимать пост премьер-министра. Это первый момент. Второй момент. То, что я слышал от адвокатов в эфире некоторых программ, так называемых экспертов, юристов в Израиле, действующих сегодня, которые говорят такую вещь. Смотрите. Само по себе коалиционное соглашение проблематично, потому что оно создает потенциальную ситуацию двоевластия в стране, при которой по этому новому соглашению, которое подписали Натани Ягу и Ганс, с одной стороны, с одной стороны, Натани Ягу не может уволить министров, которые придут от Кахоль-Ваван, от Ганса, а Ганс не может уволить ни одного министра, которые придут от Натани Ягу. И может возникнуть ситуация, когда правительство не сможет принять никакое решение по многим фундаментальным вопросам, кроме тех вопросов, по которым они договорились друг друга не блокировать. Это вопросы, я так понимаю, борьбы с коронавирусом, естественные выводы экономики из Пике, да, и аннексии поселений Иудеи и Самарии и Иорданской долины. В общем, кроме этих вопросов, может возникнуть ситуация паралича власти и кризиса. И тут, значит, суд, по идее, должен мешаться. Такой аргумент я услышал, и мне кажется, что оба эти аргумента, они, в принципе, не весят ничего и легко разбиваются. И первый аргумент на него Авихайм Эндельблит, юридический помощник правительства, уже как бы дал ответ в своем мнении, которое он впервые опубликовал, я вам об этом рассказывал. Мнение говорит о том, что так как против премьер-министра по закону премьер-министр имеет право даже под обвинениями возглавлять правительство, да, он не министр, это министр, не может. А премьер-министр может, против премьер-министра нет такого закона. И по закону он может это делать. А раз по закону он может это делать, почему Верховный суд должен сейчас на этом этапе вмешиваться, да? Более того, более того, и Эстер Хаюд, по-моему, глава Верховного суда, и, по-моему, она сейчас глава Верховного суда, Высшего суда о справедливости Израиля, она сказала, что все эти разговоры тех, кто подавал петиции, что если мы сейчас разрешим на Таньягу возглавить правительство, то рухнут основы правосудия в стране, это всего лишь жалкий популизм, ничего не стоящие заявления, потому что никакие основы правосудия в стране не рухнут, потому как есть огромное количество людей, которые, зная, что он под обвинениями все-таки за него проголосовало, да, около двух миллионов человек израильтян проголосовало за Натаньягу, за Ликут, зная, что все, что происходит, и если сейчас, да, и это прозвучало так из уст эстер Хаюд, да, что если сейчас мы на этом этапе вмешаемся, то получится, что мы, как Высший суд справедливости, нарушаем демократический процесс, да, волеизъявление людей было сделано, и мы не можем, как суд, этому волеизъявлению людей, да, населения, демократическому выбору, которое они сделали, противопоставлять что-то другое, потому как это не наша прерогатива, да, мы не должны вмешиваться в основные демократические процессы в стране, вот, это достаточно здравое рассуждение, еще раз, судей 11, и, да, а относительно второго аргумента, чуть не забыл, да, второго аргумента, что может возникнуть ситуация, при которой паралич возникнет, да, ситуация будет неразрешима, какая-то, какие-то вопросы не смогут быть решены, это вообще не аргумент, почему, потому что периодически в любом правительстве, при любом премьер-министре возникает ситуация, когда внутри коалиции возникают разногласия, и вопрос не может быть решен, и тогда что происходит, да, кто-то выходит из коалиции, либо заходят другие в коалицию, либо наступает ситуация распуска КНЕСТа и новых выборов. Поэтому тут как бы ничего такого особо сверхъестественного, что оправдывает вмешательство в эту ситуацию Высшего Суда Справедливости, вообще никак не видно. То есть не совсем понятна логика этих адвокатов, которые на белом глазу как бы, да, с абсолютно видом эксперта и с опломбом рассказывают о том, что возникает какая-то новая ситуация двоевластия, которая может привести к параличию власти. Уже было подобное много раз, даже если премьер-министр был один. Ну так их будет двое, да, будет один премьер-министр, другой будет вице-премьер, первый как бы, первый вице-премьер своей резиденцией. Все равно премьер-министр в этот момент будет один. Какие вопросы удастся решить, они будут решаться. Какие вопросы не удастся решить, либо они не будут решаться, либо они приведут к новому политическому кризису. Ну давайте решать вопросы по мере их поступления. И каким образом этот потенциальный будущий политический кризис может гарантировать вмешательство Высшего Суда Справедливости сегодня, мне не совсем понятно. Человеку с неполным юридическим образованием мне не совсем понятно. Окей, это тоже надо сказать. Вероятность, короче, вероятность того, что минимум 6 из 11 судей приголосуют за то, чтобы Натани Ягу мог возглавлять правительство, она очень высокая на сегодняшний день. Честно говоря, да, дедлайн, крайний срок четверг для формирования правительства, то есть еще этот закон о формировании правительства должен в Несте просить второе и третье чтение, в первом чтении уже прошел на той неделе. Честно говоря, высшая справедливость не ограничена никакими временными рамками для принятия решения, но, скорее всего, ребята будут определять, давать свое решение до четверга, чтобы дать возможность коалиции собраться все-таки, если решение будет положительным, что Натани Ягу имеет право быть главой правительства. Этого решения мы ожидаем очень много на кону здесь. Самый главный вопрос для нас, понятное дело, да, это распространение суверенитет на поселение Иудеи и Самарии и Ярданскую долину и, естественно, выход израильской экономики из того пике, который ее загнал коронавирус. То есть тут требуются определенные скоординированные усилия сейчас. Ну и хорошие новости есть. Интел там сегодня объявил, что он покупает еще один израильский стартап за 900 миллионов долларов, что неплохо. Даже в такое время, да, деньги в израильскую экономику приходят еще. Это замечательно, на мой взгляд, новости. И на этих хороших новостях сегодня я бы хотел, наверное, закончить. Ждем с нетерпением решения высшего суда справедливости Израиля. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра.